11 сентября на базе финансового университета при правительстве Российской Федерации был дан старт к студенческому инициативному бюджетированию. Состоялся технологический семинар с участием представителей пилотных образовательных организаций. На одной площадке соберутся представители из 55 вузов 41 субъекта Российской Федерации и приступят к реализации своих студенческих проектов. Всем привет! Это Дневник ФНТВ. Сегодня финансовый университет в своих стенах принимает участников Всероссийского проекта по развитию студенческого инициативного бюджетирования в рамках семинара, который проводят Минфин России совместно с Миноборнауки, Государственной Думой и политической партией «Единая Россия». Такой состав участников определяет интерес и значимость данного проекта, потому что студенческое инициативное бюджетирование – это, наверное, первый шаг у студентов от формирования финансовых знаний к формированию финансового поведения, которое нацелено на развитие вуза, студенческого сообщества, на выход на новый шаг в своей жизни. Это проектная работа по определению того, что нужно студенту, что нужно факультету, что нужно вузу. Это возможность для вуза посмотреть на своих студентов в новой роли, найти будущих преподавателей, научных работников и, наверное, управленцев, потому что молодой управленец, горящий и желающий изменить мир и свой вуз – это, наверное, тоже очень большая потребность этого дня и каждого вуза. На технологизерах Москвы данный проект представлялся как образовательный конструктор. Мы данный робот разделили на нескольких сегментах – это рука, голова и полностью туловище. Мы написали к нему определенные методические пособия, инструкции и презентовали непосредственно инвесторам. Они заинтересовались и, собственно, мы выиграли конкурс и в дальнейшем выиграли грант от 1Т на реализацию данного проекта. Наша задача была организовать в одном приложении всю экосистему финансового университета, включая расписание, статистика, оценки, всю информацию, которую нужно студенту получить в рамках образования в нашем университете. И мы рады представить наше приложение. И на данном можно увидеть, что наше приложение уже достигло порога 7000 скачиваний. Мы по спорт проводим спортивные соревнования в онлайн-формате для школы и бизнеса. Мы решаем проблемы низкой эффективности сотрудников, школьников, студентов, а также сниженной мотивацией заниматься спортом с помощью технологии компьютерного зрения. Мы используем эту технологию в Telegram-боте, в приложении в системе цифрового судейства. Научно-студенческое общество – это масштабная студенческая организация, посвященная развитию науки у студентов. Благодаря НСО студенты развиваются не только в финансах, экономике и эксприденции, но и во многом другом. С июня по декабрь 2023 года Научно-студенческое общество выиграло грант Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. На данном стенде мы представляем проект «Друзья России», который был организован при участии нашего факультета. Здесь можно увидеть работы датского художника-карикатуриста Битт Струппа и ознакомиться с жизненной позицией Чарли Чаплина. Выставки, посвященные этим деятелям культуры, представлены в президентской библиотеке и общественной палате. На данный момент мы разрабатываем чат-бот с использованием искусственного интеллекта, который позволит в свободной форме собирать ответы студентов, позволяя им решать реальные бизнес-кейсы и тренировать свои бизнес-навыки. Данный симулятор подойдет как для обучения в университете, так и для корпоративного образования. Мой проект заключается в создании онлайн-школы для детей с 1 по 9 класс, в которой репетиторами являются ответственные и мотивированные старшеклассники и студенты, имеющие огромный багаж знаний, которые они могут передать младшим детям. Для молодежи мы создаем новые рабочие места для того, чтобы они могли подрабатывать и монетизировать свои знания без опыта работы, то есть работать не руками, а мозгами. А для детей мы даем возможность заниматься в комфортной атмосфере, для того, чтобы репетиторы стали фактически старшими братьями и друзьями. Основной целью и миссии нашего проекта является развитие правовой грамотности и правовой культуры среди детей и молодежи. Наш проект продолжает развиваться и после реализации грантовой поддержки. Мы участвуем в различных выставках, мероприятиях и стараемся вовлекать студентов и школьников в наш проект и дальше. Успехов нашим участникам и взлета нашим проектам студенческого инициативного бюджетирования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!